Массовая атака дронов по Москве — это сюжет не на один день, конечно. Причем сюжет этот политический. Реакция властей на произошедшее куда важнее нанесенного ущерба. Тем более, что никто не погиб и ущерб копеечный. Реакция последовала почти сразу. Мы даже не успели выпустить вчерашний ролик, как Владимир Путин уже лично прокомментировал инцидент с дронами. Прокомментировал очень странно, не в привычном стиле, когда он восседает за каким-нибудь умопомрачительным столом или стоит за трибуной помпезного зала. Нет. Это была какая-то сиюминутная съемка в коридоре, которая выглядела как угодно, только недержавно. На этом примере особенно хорошо видно, как политтехнологам приходится вертеться ужом. Сначала Песков заявляет, что Путин не планирует обращаться к россиянам, что на русский переводится «Путин вновь исчезнет на пару дней», как делал это после любого ЧП. Путин не сказал ни слова ни о входе ДРГ в Белгородскую область, ни об атаке на Кремль. Этих событий просто не существовало в его риторике. С чего вдруг массовая атака дронов по Москве должна стать исключением? Но потом, видимо, в этом черном ящике политтехнологов 90-х созрело понимание, что атака по Москве – это и правда исключение. Что потешный дрон по Кремлю – одно дело, а полноценная атака столицы – совсем другое. И молчание верховного главнокомандующего в такой ситуации может стать громче любых слов. Поэтому мы увидели эту сцену. Сцену, явно подготовленную в спешке, без заранее написанного спичрайтером текста, где Путин просто промямлил на камеру небольшую речь от себя. Именно что промямлил. В этом его коротеньком и, насколько это возможно, неуверенном спиче говорилось о каком-то уничтоженном штабе военной разведки Украины, что стало новостью для всех, включая самых верных зет-военкоров. Путин сказал о штатной и удовлетворительной работе ПВО. Отвлекался на любые посторонние темы, включая развал СССР, высокоточное оружие и создание антироссии. Шесть минут извлекал из себя поток сознания, избегая главного. По Москве массово прилетели дроны-камикадзе. Констатация этого факта заняла не больше десяти процентов и без того коротенького комментария. Кремлевских пиарщиков в данном случае очень легко понять. Произошедшая одна из тех ситуаций, где нет хорошего публичного выхода. Молчать плохо, говорить еще хуже. В очередной раз грозить миру зомби-апокалипсисом, при том, что ни одна из прошлых угроз не была исполнена, прям намного хуже. Тут нет выигрышной стратегии. Тут может быть лишь стратегия минимизации потерь. В итоге решили, что невнятное блеяние это лучше, чем ничего. И это ровно то, о чем мы сказали вчера. Украинская страна смогла поставить противника в такую ситуацию, где ему публично приходится выбирать между плохим, очень плохим и ужасным. ВСУ добились этого, не погубив ни одного человека. Ни военного, ни гражданского. Вне всяких сомнений, это огромный успех. Мы можем только воображать, что творилось в закрытых кабинетах в тот момент, когда Путину пришлось выглядеть столь непочтенно. Мы ведь знаем, насколько уязвимо у верховного главнокомандующего чувство собственного достоинства. Знаем, как он чувствителен ко всяким унизительным ситуациям. Если уж ему самому пришлось так кряхтеть на камеру, то, видимо, генералы и чиновники за закрытыми дверьми кряхтели куда больше. Если целью украинской атаки была дезорганизация руководства, если ее целью было принудить всех этих людей заниматься чем угодно, только не фронтом, то, судя по всему, они этой цели достигли. Потому что если вы заставляете противника делать то, чего он делать не собирается, делать то, что явно не сулит ему ничего, кроме проблем, то это ваш успех. Сложно подобрать какой-то иной эпитет. Очень характерно, на что зарядили пропаганду. Случись такой год назад, певцы войны уже поистекали бы кровавой слюной. Убивать, уничтожать, стирать с лица земли, затопить Англию, ударить по Вашингтону, застрелить Зеленского и Байдена, чтобы два раза не вставать. Но прошел год, и спустя год такого рода разговоры звучат смехотворно. Причем их авторы это понимают прекрасно. Понимают, что нельзя вновь выйти к людям и рассказать о возмездии. Поэтому мы видим то, чего ранее не было. За реакцией на удары по Москве следует позитивная в их понимании повестка. Зато отработала ПВО. Зато все экстренные службы оказались на высоте. Если сейчас читать официальную пропаганду, то может возникнуть ощущение, будто в Москве прошли учения. Генеральная линия партии занята только тем, что старательно выдавливает из фокуса суть произошедшего. Сам факт атаки никто не обсуждает. Все крутится вокруг того, как успешно москвичей от него защитили. Но все это выглядит как застенчивая брехня. И не то, чтобы она сильно себя маскирует. Абсолютно все публичные спикеры, кто напрямую не обязан поддерживать официальную пропаганду, поднимают ее сюжеты насмерть. Популярный видеоблогер Евгений Пригожин отреагировал на провал Министерства обороны именно так, как мы от него ожидали. Можно даже послушать кусочек. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь Министерством обороны! Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать! Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? В том же тоне отреагировали и прочие спикеры обширной сетки Z-Телеграма. Потому что ответом на явный провал не могут быть залихватские дифирамбы собственной неуязвимости. Вместо ожидаемых восторгов от подмены повестки ты получишь тонны критики. Ты будешь выглядеть максимально жалко в глазах многомиллионной аудитории. Хуже всего в этой ситуации для всех кремлевских старцев и их приближенных то, что этот раз не последний. И все хорошо понимают, что не последний. Эта война работает как лестница. Если ты шагнул чуть выше на ступеньку эскалации, обратного пути уже нет. Если перешла кроссочная диверсионная группа границу один раз, то через некоторое время ее перейдет другая группа, сильно побольше. Если прилетел дрон по Кремлю, жди, что они начнут прилетать по всей Москве. А если уж дроны начали прилетать по всей Москве, они не перестанут. Задачу государственной пропаганды даже можно назвать стратегической. Ведь понятно, что станет еще хуже. Поэтому нельзя на произошедшее реагировать излишне радикально. Надо его рутинизировать. Надо сконструировать такую реальность, где атаки дронов норма. Москва просто находится под атакой. Ну вы не переживайте, дело-то житейское. ПВО работает, экстренные службы, все в порядке, уважаемые граждане. Интересно то, что разом идут два встречных процесса. С одной стороны, у этих ребят с каждым днем все ближе выборы, ну или процедура, которая именуется выборами, можно ее как-то по-другому называть. В общем, когда граждане будут бюллетень кидать в марте следующего года. Мы видим, что относятся они к этому делу очень серьезно и предпринимают вполне явные подготовительные шаги, вплоть до разрешения проводить выборы на территориях, где объявлено военное положение. То есть решимость легитимизировать себя через выборы у нашего режима не только никуда не делась, а даже растет по мере ухудшения ситуации. Ведь мандат марта 2024 года это почти единственное, за что сегодня можно держаться. Нельзя идти на эту процедуру с войной, которая бесконечно унижает действующую власть. Поэтому чем ближе к выборам, тем в более далекий чулан всю эту тему постараются замести. Тем меньше о ней будут высказываться. Но с другой стороны, не высказываться не получится. Потому что ситуация не просто нестабильна, она ухудшается с каждым днем. Год назад вертолетный рейд по нефтебазе в Белгороде был новостью. Дескать, как же так? Российская территория под атакой. Сегодня это не новость. Сегодня война идет уже на территории России, где в безопасности себя не может чувствовать никто. А режим-то наш не абы какой режим? Это режим, который почти 24 года торгует лишь одним товаром. Безопасностью. Товаром, который воцарился на сюжете борьбы с терроризмом. Нам всю дорогу говорили, если мы не будем править, то вас взорвут злые люди, чеченцы или НАТО. Кто именно взорвет? Это уже детали. Система всегда успешно меняла любые гражданские права и свободы на мнимую безопасность. Ведь в борьбе за нее с жертвами можно не считаться. И тут выясняется, что товар этот оказался пустышкой, пшиком и нелепицей. Вот те баррикады и зона досмотра вокруг каждого вокзала и аэропорта, те очереди и унижения, которые приходится проходить на этих рамках, сильно они помогли против дронов. Дофига безопасности обеспечили. Всем на свете пожертвовали во имя расходов на оборону внешнюю и безопасность внутреннюю. Всех стращали лихими девяностыми, противопоставляя их нынешней стабильности. И что? В какие-то девяностые военный противник Москву атаковал? Чем ближе выборы, тем глупее будет выглядеть Путин. Он будет выглядеть не кровавым диктатором, что терпимо для общественного мнения в автократиях. Он будет выглядеть как человек, который понятия не имеет, что ему делать с той херней, которую он сам же и затеял. Как человек, у которого на самом деле нет никакого тайного плана. Все, что он может предложить, это вот такую вот стабильность на долгие годы. Бесконечная война, бесконечные смерти, бесконечные атаки российской территории. Вот он план Путина. Еще шесть лет быстрого и непредсказуемого ухудшения ситуации. Дорогие элиты, поддержите меня, дорогие граждане, киньте за эту бюллетень. И проблема даже не в том, что война затронула российские территории. Проблема в безысходности. Мы много раз об этом говорили, что выхода не видно, что война при власти Путина не закончится, а значит не закончатся вторжения и обстрелы приграничных областей, не закончатся санкции и не закончатся прилеты по Москве. Какое-то ограниченное время все это терпеть можно, но никогда такая жизнь на постоянку с заведомым правилом, что самолеты из Москвы в Европу не летают, а вот дроны из Украины прямым рейсом прям в Москву запросто. Сложно тут не впасть в отчаяние. Еще проще впасть в отчаяние представителю элиты. Представьте, у вас за границей забирают активы, вы постоянно под прицелом украинских диверсантов и родных чекистов, в небе над вашим рублевским дворцом висят летающие бомбы. Так выглядит та жизнь, к которой вы стремились. За это вы поддерживали Путина, поэтому обеспечивали его власть. Все пришло к тому, что теперь никакой забор и никакая охрана вас не спасет. И это ваше будущее. Может показаться, что если военная атака не достигает физических целей, если ничего не рушится, ничего не взрывается, никто не гибнет, то такая атака безуспешна. Но в любой войне, особенно в войне с автократией, которая целиком держится на неведомом ореоле вождя, разрушение этого ореола куда более важная долгосрочная задача, чем любые контрнаступления и физические победы. И в этой задаче Украина, вне всяких сомнений, преуспела. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok